Будущие защитники Отечества со всего региона съехались в Кохмуну Стадион Рекорд. Здесь стартовала ежегодная областная спартакиада до призывной молодежи. Хотелось бы, чтобы вы, выступая на снарядах, которые здесь есть, отрабатывая вопросы тактической, огневой и строевой подготовки, показали высокие результаты, показали, на что вы способны. И, соответственно, судьи, и мы посмотрим, готовы к службе в армии или нет. Желаю удачи, успехов и победы. На этот раз в честь своих муниципальных образований предстоит защищать девяти командам. Я тут уже второй раз. В том году заняли первое место, поехали на Россию. Там очень понравилось, хотим еще раз попробовать съездить. В том году заняли, летом ездили в Рязань, заняли второе место, защитили Иванскую область. Вот, хочется еще раз попробовать. Может, еще лучше получится. Ребятам предстоят два вида испытаний. Сначала спортивные. Бег, прыжки в длину, метание мяча, стрельба из пневматической винтовки. Затем военные. Среди них разборка, сборка автомата и строевая подготовка. Последняя, по сути, является визитной карточкой команд. В строю необходимо действовать как единое целое. Ошибка одного может дорого обойтись всей команде. Ну и, конечно же, самое увлекательное испытание для мальчишек – это пейнтбол. Оно же самое трудное. Наиболее сложный – это пейнтбол, потому что там невозможно подготовиться как-то или выработать тактику. Это очень сложно. Готовиться сложно к этому этапу. Вот он наиболее сложный и наиболее интересный сам. Играть в команде – это всегда интересно. Победители будут определены как в личном, так и в командном зачете. Отряд, набравший наибольшее количество очков по итогам испытаний, представит наш регион на Всероссийской спартакиаде. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.